Приветствую вас. И, в принципе, ваша ситуация, она такова, что молодой человек поступил, ну вот, как вы описываете, не очень понятно, лично для меня, по крайней мере. То есть, получается, как? Вы договорились встретиться после разлуки, мужчина к вам, мужчина согласился на встречу, и далее вы встретились где? Как вы встретились? Что именно произошло у вас? То есть, вы встретились у вас дома, у него дома. Как вы встретились? Вот что-то, если честно, не очень этот момент понятный. Далее человек переходит к активным действиям, как я понял, и, собственно, вам это не нравится, вы хотите вначале поговорить, но он говорит, забирайся, пошли. На самом деле, этот момент, он тоже не очень понятный. Собирайся, пошли куда? То есть, он вас, что получается, куда-то звал? Он вас куда-то позвал или что? Как-то, вот знаете, не очень понятное из вашего сообщения, что произошло, собственно говоря. Дальше вы в следах ушли. Вечером написали ему, прости, если обидело, жестоко не выслушать, и жаль, что ты так не живу и не понял. Прости, если обидело, если обидело, чем? Жестоко не выслушать кого? То есть, вас не выслушали, или вы не дали ему возможности что-то сказать, потому что он сказал, собирайся, пошли, а вы вместо этого ушли сами. Непонятно. Далее, он вам ничего не ответит. Ну, полагаю, здесь проблема заключается в том, что он, как бы, с его стороны, ваше поведение, оно выглядит немного странным. То есть, с его стороны, получилось так, что, ну, понимаете, вот мужчина, молодой мужчина, вообще, наверное, даже любой мужчина, он думает ведь таким образом. Если вы согласились с ним встретиться, значит, вы хотите с ним помириться. Для мужчины нет такого понятия, да, переходного, как вот у вас. Когда вы говорите, например, давай поговорим о нас, а мужчина это воспринимает, как то, что вы готовы идти с ним на контакт и хотите быть с ним вместе. И именно поэтому, именно поэтому, именно поэтому он и повел себя именно так. И здесь ситуация такова, что, либо вы неправильно для мужчины донесли, что вы именно поговорить с ним хотите, или он вот неправильно понял и ожидал чего-то другого. То есть, взаимопониманиями, думами, явного нет. Если вы объяснили ему все, как бы, ну, актуально, все нормально, все правильно, вы ему объяснили, и при этом он все равно пересел сразу к активным действиям, значит, он просто не рассматривает серьезно то, что вы пытаетесь с ним поговорить. И это, в свою очередь, означает, что, ну, наверное, разговаривать с вами он не хочет. То есть, вы ему дороги, но разговаривать с вами, что да, пристать, желания у него нет. И тогда, да, вот он вам звонил, наверное, я хотел просто услышать ваш голос, или для чего он звонил, мы сказать не можем, но тем не менее, тем не менее. Разговаривать с вами он звонил, значит, мы ему не безразлично. Просто каждый из вас по-своему хочет построить отношения, по-своему хочет выстраивать отношения. Я полагаю, что изрядную долю влияния на вашу ситуацию оказывает изначальная проблема. Изначальная проблема, которая заставила вас задойтись. Все-таки 9 месяцев вы не общались с молодым человеком, это, наверное, довольно много. И проблема, видимо, была серьезная. И, по всей видимости, вам необходимо дать мужчине определенный трамплин. То есть, человек не может вот так вот, как вы, встретиться и начать обсуждать какую-то важную вещь. Человеку, видимо, нужно настроение, человеку нужен момент. И если вы хотите быть действительно с молодым человеком, если вы любите его, если вы хотите попробовать, а это ваше право, то, конечно, рекомендуется сделать еще одну попытку, но на этот раз, либо постараться поговорить все-таки несанкционно, либо еще раз встретиться, но на этот раз не уходить в слезах и вот не завершать тех поступков, о мотивах которых я бы хотел узнать поподробнее. Ну, в принципе, отвечая на ваш вопрос, как это можно сделать, то есть, можно сделать что? Встретиться с человеком и поговорить? Ну, пожалуй, лучше будет, если вы так прямо ему и скажете, что я по тебе вкушаю, я хочу тебя увидеть, но хочу с тобой поговорить. Понимаете? Будет лучше, если вы именно это ему скажете. Скажете прямо, что хотите поговорить с человеком. И встретиться с доносом будет где-то в таком месте, где бы он не смог прийти сразу к активным действиям, где не было бы такой располагающей к этому обстановке, да, где у вас была бы возможность именно просто побыть вместе. И вам, собственно, нужно бы ответить себе на вопрос, значит, чего вы сами хотите от него? Чего вы сами хотите для себя? Вот, хотели бы встретиться? Ну, мужчина начал проявлять активные действия. мужчина, да? Понятно. Активные действия. У вас право было их пресечь, хорошо. Но услить его. Почему? Потому это, наверное, мужчина не оправдал ваших ожиданий. Ладно. Не оправдал ожиданий. А почему он должен оправдывать ваши ожидания вообще? Выдадим себе такой вопрос. Почему он должен оправдывать ваши ожидания? непонятно. А непонятно. Так может быть сперва вам нужно поработать со своими ожиданиями, поработать с тем, чего вы ждете, и возможно вы в некоторой степени идеализируете отношение с молодым человеком, идеализируете его, может быть, и как-то еще. То есть тут нужно спокойно посмотреть на ситуацию, спокойно подумать чего вы хотите за человека, чего вы хотите сами, и что он вам не даст. Потому это ваше поведение, при котором вы оделись ушли, хотя он вам сказал собирайся пошли, потом написали ему прости. Молодой человек скорее всего подумал, что вы просто истеричка. А к истеричкам мужчины относятся очень несерьезно. Если вы хотите, чтобы вас понимали серьезно, но вы соответственно и линию поведения свою старайтесь выстраивать так, что то, чего вы хотите, вы будете добиваться любой ценой. Хотите поговорить с молодым человеком, не остановитесь ни перед чем. Вот это будет правильный подход, и это будет правильный, понятный, доступный мужчине язык. Это вот тоже нужно понимать. Думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Как бы пролить свет на ситуации может и анализ вашей изначальной проблемы с ним, анализ изначальных конфликтов с ним, чтобы лучше понимать мотивы поведения вашего молодого человека и вас. Потому что ваше поведение является следствием поведения, которое было до этого. Его поведение тоже, судя по всему, является каким-то необязательно аномальным, необязательно ожидаемым, но я полагаю таким характерным для человека. Надо определить, надо возможности определить, вы ожидали от него такого поведения, ожидали ли вы от него, что он будет так себя вести. Понимаете, если вы знаете человека давно, то скорее всего да. И если вы ожидали, то чем же вызвана ваша реакция? То есть пока остаются к вам вопросы. Вопросы, которые ну просто не выдерживают никакой логики и вопрос, который необходимо прояснить для того, чтобы помочь вам разобраться всем, что происходит. Но понимаете, разобраться вам в том, что происходит, нужно для того, чтобы вы сами лучше понимали ситуацию, картину. И поняв ее, вы будете более ясно отдавать себя всем в том, куда вы идете, чем вы любите, что хотите и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.